Всем здравствуйте. Я, как и заявленный автор доклада, Калинченко Светлана Юрьевна, являюсь врачом-эндокринологом. Действительно, как правильно сказал Андрей Владимирович. И так уж сложилась моя судьба, что, несмотря на свою любовь к эндокринологии и к своей алима-матер-эндокринологическому научному центру, я вот уже 8, по-моему, 8 лет работаю вместе с вами урологами здесь, в институте урологии. Чему, безусловно, на самом деле рада, потому что эта работа, совместная деятельность с вами, научила меня очень многому. Научила меня, в первую очередь, междисциплинарности, в лечении не только ваших урологических заболеваний, но и наших эндокринологических заболеваний. Я хочу начать с того, с чем мне приходится сталкиваться ежедневно. Ожирение и сахарный диабет. На самом деле вы урологи, точно так же, как и я, сталкиваетесь с этими проблемами, с такими пациентами каждый день. Но, наверное, к сожалению, не всегда по мере занятности своей обращаете внимание достаточное, внимание уделяете этой проблеме. Я не хочу вас обвинить в том, что вы невнимательные врачи, я лишь хочу сказать, что, поверьте мне, классические врачи-эндокринологи, к сожалению, тоже до сих пор не умеют вылечивать ожирение и сахарный диабет второго типа. Чем же так страшны и опасны вообще эти заболевания и состояния? И почему мы не умеем лечить сахарный диабет? К сожалению, российская и мировая диабетологии сейчас переживают глубочайший кризис. Мы до сих пор относимся к проблеме сахарного диабета как к проблеме сахара. Действительно ли это так? Ну, я думаю, что, наверное, вот это отношение к сахарному диабету как к проблеме сахара в первую очередь является ключевым моментом в том, что с этим справиться мы не можем. Пока мы будем относиться к этому так, мы никогда не вылечим это заболевание. Пока мы будем относиться к мочекаменной болезни как только к проблеме камня, мы тоже никогда с мочекаменной болезнью с вами не справимся. Я думаю, что вот в этом пациенте каждый из вас сможет узнать и своего пациента урологического в том числе. Таких пациентов очень много. Это пациент с сахарным диабетом. Но помимо гипергликемии, которая, естественно, сахарному диабету свойственна, никто с этим не спорит, у этого пациента будет также ожирение. Этот пациент будет с нарушением липидного обмена. Я думаю, что вы не поспорите со мной, что такому пациенту потребуется консультация кардиолога, потому что он будет страдать артериальной гипертонией. Кожное проявление здесь показано. Локоть пациента с черным аккантозисом, аккантозис нигриканс, как мы его называем. Этот пациент будет наблюдаться у моих коллег-андрологов, у Евгения Санчо-Ефремова, с эректильной дисфункцией, получать терапию. По этому поводу, если он, конечно, к нему обратится по этому поводу, да. Ну и у этого пациента, вот у данного пациента конкретно есть мочекаменная болезнь. Если бы мы с вами спросили, выяснили бы анамнез у этого пациента, когда стали появляться те или иные жалобы у него, мы бы узнали, что жалобы у него начали появляться с возрастом. С возрастом он начал поправляться, с возрастом у него появились проблемы с половой функцией, с возрастом у него начало повышаться давление, с возрастом у этого пациента нарушился липидный обмен. То же самое происходит и у женщин. Женщины до определенного возраста, молодые, красивые, здоровые. Вдруг, спустя 4 года, это одна и та же пациентка, превращаются вот в такую женщину. Эта женщина 4 года живет без менструации. Она живет в состоянии постменопаузы. И здесь вполне понятно по хабиту с этой пациентки, что она нездорова. Здесь у нее диабета нет, здесь диабет у нее уже есть. Что же такого страшного с возрастом происходит? С возрастом, как мы все знаем, начинает снижаться уровень гормонов, хороших, нужных нам с вами гормонов. Это и тиреоидные гормоны. Эндокринологи знают о возрасте, ассоциированном к гипотиреозе. Это гормон Роско, это гормон сна, мелатонин. И это, конечно же, половые гормоны. Половые гормоны с возрастом снижаются. Единственный один гормон с возрастом повышается, наряду с повышением вероятности смерти. Это инсулин. Это тот самый страшный инсулин. Население стареет на фоне гиперинсулиномии. Население планеты стареет. И если мы посмотрим на прогноз ВОЗ, то мы увидим, что к 2025 году доля населения старше 65 лет будет превышать 35-45% в большинстве высокоразвитых стран. Будет расти распространенность такого заболевания, как сахарный диабет, естественно. А также, по прогнозам ВОЗ, в ближайшие 20 лет ожидается увеличение ожирения метаболического синдрома на 50%. Мы с вами также прекрасно знаем, что мочекаменная болезнь является возрастом ассоциированный. Население не просто стареет, оно становится более коморбидным. Новые понятия в эндокринологии. Дайобисити или по-русски жиродиабет. Вот к чему мы с вами приходим. С чем он связан, с чем ассоциирован дайобисити и жиродиабет? Это заболевания сердца и сосудов, это всевозможные виды онкологических заболеваний, это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, если мы говорим именно об урологических заболеваниях, и, конечно же, мочекаменная болезнь. За последние десятилетия в различных странах мира наблюдается значительное возрастание. Частоты случаев мочекаменной болезни об этом сегодня уже говорили. И, конечно же, она ассоциирована с повышенным индексом массы тела. То есть, чем выше индекс массы тела, тем выраженнее ожирение, тем более распространена мочекаменная болезнь у пациентов. Я не останавливаюсь на основных метаболических факторах риска. В первую очередь у ратного нефролитиаза, который наиболее свойственен пациентам с ожирением. Но также у таких пациентов преобладают и смешанные формы, содержащие мочевую кислоту. Гиперурикемия, гиперурикозури, повышение кислотности мочекакадин из основополагающих факторов. И было уже показано ни в одной работе, в нескольких, о том, что именно инсулинорезистентность и гиперинсулиномия является ключевым фактором риска в развитии вот этих метаболических нарушений, ассоциированных с мочекаменной болезнью. Готовясь к этой лекции, я нашла очень интересный, обычный медицинский портал, медели для врачей, для неврачей, где рассказывается такая интересная вещь о том, что... Я думаю, что все вы прекрасно знаете, что такое метформин, да? Знаете, слышали во всяком случае. Метформин, оказывается, это препарат, обращающий вспять старение. Метформин был разработан в 70-е годы как препарат для лечения сахарного диабета. Это один из самых древних сахароснижающих препаратов. Сейчас он переживает второе рождение. К нему обратились онкологи, к нему обратились урологи, да, потому что препарат, оказывается, затормаживает риск развития целого ряда раков, пролиферативных заболеваний, в том числе рак эндометрия, рак предстательной железы. А вот сейчас выяснили, что, оказывается, метформин продлевает жизнь. Сейчас в США проводятся проспективные исследования, изучающие влияние метформина на продолжительность жизни. Что же такого делает этот метформин? Метформин борется с инсулинорезистентностью. А мы с вами знаем, что именно инсулинорезистентность является основополагающим фактором риска развития возраста ассоциированных заболеваний, и коррелирует с вероятностью смерти. Но для меня лично, я думаю, что исследование закончится положительно, действительно выявить, что метформин увеличивает продолжительность жизни, пусть немного, но хотя бы. Для меня этот факт не явился новостью, потому что, на самом деле, мы об этом знаем уже давно. Мы уже давно знаем, что возраст, ассоциированный дефицит половых гормонов, гипогонодизм, связан с той же самой инсулинорезистентностью, он связан с вестеральным ожирением, метаболическим синдромом, которым занимаются все по чуть-чуть, но никто в целом. Для меня пациент с гипогонодизмом – это пациент вот с этими состояниями. Для андролога это пациент, конечно же, в первую очередь с эректильной дисфункцией, а для меня это пациент с ожирением, для меня это пациент с диабетом, для меня это пациент с гипертонией. И сейчас мы знаем, что наличие сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений является показанием для назначения гормональной заместительной терапии препаратами тестостерона, если они сочетаются с низким его уровнем в крови. Мы, в свою очередь, провели вот такое исследование. Зная, что тестостерон положительно влияет на метаболический синдром, это исследование, об этом нам говорят другие исследования, в частности, известное исследование Москлстаде, которое в свое время было проведено в эндокринологическом научном центре, показавшее положительное влияние заместителей гормональной терапии на метаболические факторы риска. Мы решили посмотреть, как же такая терапия повлияет на пациентов с метаболическим синдромом, с факторами риска мочекаменной болезни. Это исследование уже завершено в 2013 году, послужило основой моей диссертационной работы, но пока еще она не защищена, потому что, к сожалению, урологи не хотят отдавать мочекаменную болезнь в руки эндокринологов, а эндокринологи говорят о том, что мочекаменная болезнь – это не наше заболевание, ничего мы не знаем про обмен веществ, мочекаменная болезнь – это камень, все, точка. Пациенты, 90 человек, включено в исследование, пациенты были с гипогонодизмом, пациенты были с метаболическим синдромом, с соответствующими факторами метаболического синдрома и обменными нарушениями. Как вы видите, у всех пациентов практически была выявлена гиперурикемия и повышенная экскреция мочевой кислоты, а также самый главный фактор – это достаточно низкая кислотность мочи. Мы получили в своем исследовании корреляции уровня мочевой кислоты в крови с инсулином и цепептидом. Мецептид – это кусочек, который отщепился от проинсулина во время его синтеза. То есть это еще один показатель гиперинсулиномии. Мы назначили нашим пациентам основной группе 40 человек известный препарат тестостерона. Получили нормализацию показателей тестостерона на фоне проводимой терапии и получили уникальные, на самом деле, результаты. У пациентов снизилась масса тела, индекс массы тела и окружность талии. По сравнению с группой контроля у пациентов отмечалась нормализация, снижение и даже нормализация уровня инсулина и цепептида. У пациентов мы при этом получили прекрасные метаболические сдвиги. Мы получили снижение концентрации мочевой кислоты в основной группе, в контроле не было достоверных изменений, снижение экскреции мочевой кислоты. Ну и, наверное, самое главное, повысилась кислотность мочи на фоне проводимой терапии. Известно, что эти пациенты, кроме нашей терапии, ничего другого метаболического, урологического не получали. Ну и в завершении, собственно говоря, своей презентации вот такой интересный слайд, который, в принципе, призывает нас, наверное, к междисциплинарности, к изменению взглядов и подходов. Надо думать всем вместе, чтобы решить одну какую-то глобальную серьезную проблему. Мочекаменная болезнь – это не исключение. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...